Президент Сирии Башар Асад в интервью германскому телеканалу АРД пообещал выполнять свою часть соглашения о перемирии и призвал оппозиционной группировке сдать оружие и вернуться к мирной жизни. Александр Лякин подробнее. Режим прекращения огня, установившийся в Сирии, это сложнейшая система договоренностей, в которой уже участвуют 38 различных группировок. Все они подписали соглашение о перемирии, еще с несколькими ведутся переговоры. Тем не менее, только за минувшие сутки поступило 15 сообщений о нарушении мирных договоренностей. США и Россия условились, что каждый такой случай будет внимательно рассматриваться. В четырех провинциях наметился существенный прогресс в процессе примирения сторон. Состоялся телефонный разговор между руководством королевационных центров с российской авиабазой ХМИМИМ и американской стороны ОМАН. Мы обсудили первые результаты режима прекращения боевых действий и выразили удовлетворение совместной работой. Как заявляет российское командование, вся территория Сирии контролируется нашими спутниками и беспилотными летательными аппаратами, которые фиксируют все случаи нарушения режима прекращения огня. Российские военные напоминают при этом, что удары по террористическим группировкам Джибхат Аль-Нусра и Исламское государство будут продолжаться. Важный момент. США и Россия договорились согласовывать такие операции. Мы договорились о создании системы, обеспечивающей проведение военных операций против террористов в Сирии. В связи с этим много вопросов вызывают действия турецких военных, которые фактически прикрывают боевиков на северо-востоке Сирии, в районе Латаки. Накануне все российские телеканалы показали кадры, на которых видны врытые в землю турецкие танки и гаубицы, стволы которых направлены в сторону Сирии. А сегодня именно в этом месте боевики Джибхат Аль-Нусра открыли артиллерийский огонь, под который попали российские иностранные журналисты. И вот сегодня свой взгляд на события последних дней в интервью немецкому телеканалу АРД выразил президент Сирии Башар Асад. Боевики нарушали соглашение с первого часа, но сирийская армия воздерживается от ударов возмездия, чтобы дать этому соглашению шанс. Но всему есть предел, все зависит от другой стороны. Примером того, как может выглядеть мирный процесс в Сирии, стал народный сход в городе Дер-А, который расположен в так называемой зоне сопротивления и контролируется сирийской оппозицией. Здесь представители официального Дамаска и оппозиции, вчерашние противники вместе исполняют гимн своего государства, Сирии. Мы выполнили практически все шаги, необходимые для примирения. Мы долго к этому шли. Среди нас есть и простые граждане, и бойцы разных отрядов, которые готовы вернуться к мирной жизни. Со своей стороны президент Сирии Башар Асад пообещал амнистию всем, кто сложит оружие. Просто сдайте оружие. Хотите вы принять участие в политическом процессе, или у вас нет программы, все равно. Перестаньте стрелять. Это единственное, что мы требуем. И мы предоставим полную амнистию. Они даже смогут вступить в сирийскую армию. Вот так жители города Эпта переходят на сторону сирийских властей. Достаточно заполнить специальное заявление, скрепить его подписью и отпечатком пальца. Очередь из желающих растянулась на полкилометра. Взамен выдается официальный документ, означающий амнистию. Мы очень устали, что война, и это уже пора окончить. И спасибо вам, что пришли помогать окончить войну. Сегодня великий день. Мы смогли посмотреть друг другу в глаза и остановить кровопролитие. Мы вспомнили, что мы братья, и нам нечего делить. Еще одно важное для Сирии событие произошло сегодня. Разминирована и открыта для мирных жителей южная дорога в город Алеппо, которая накануне была отбита у боевиков. Это настоящий прорыв для города, который много месяцев фактически был в блокаде. Скоро по этой дороге пойдут гуманитарные грузы, в том числе и российские. Так, накануне на авиабазу Хмеймим доставлено еще более 50 тонн продовольствия и медикаментов. Александр Лякин, Олег Шишкин, Александр Батухов, Максим Кулифеев, Первый канал. Из Сирии, а также из Ирака террористы перебираются в том числе в Ливию, где все больше опасность применения ими химического оружия. Этот вид терроризма, заявил сегодня глава МИДа Сергей Лавров, становится, цитата, суровой реальностью. Еще нефтяной след от ИГИЛ, запрещенный во многих странах, в том числе в России, дотянулся до Болгарии, под подозрением десятки автозаправок. К теме вернемся позже в этом выпуске.